Всем привет, девчонки! Сегодня я хочу с вами поболтать и рассказать о том, чему меня научил YouTube. Довольно интересная, такая щепетильная тема. Возможно, вы начинающий блогер, или вы хотите стать блогером, но боитесь, либо не знаете чего-то. То я, наверное, поделюсь с вами сегодня какими-то своими советами. Тому, чему действительно меня научил YouTube, здесь будут только плюсы, минусов не будет. Я думаю, на минусах не стоит заострять внимание, потому что их в любом случае меньше, а плюсов положительного, конечно же, больше. Так что, если вам интересно узнать что-то такое за кадром, то оставайтесь со мной. Я не буду называть характеристики в каком-то хронологическом порядке, от лучшего к худшему, или от худшего к лучшему. Абсолютно рандомно, вот то, что мне в голову пришло, то я и озвучиваю. Итак, первое, наверное, чему меня научил YouTube, это рост. В каком плане? Я очень сильно повзрослела за то время, пока я веду канал. И дело даже не в том, что я сама расту, и мое мировоззрение меняется, а в том, что мне в очень многом помог YouTube. И да, такая оговорка, скорее я оглашу сегодня советы именно по бьюти-блогингу, то есть именно эта сфера меня научила. Но, конечно же, есть такие вещи, которые присущи, даже если вы смотрите не бьюти-блогеров, а других каких-то. Почему меня научил YouTube? Когда я начала его смотреть, когда я начала увлекаться этим и снимать видео, мне было лет 17, наверное. А в моем окружении были люди такого же возраста. Это мои знакомые, друзья, плюс-минус там 2-3 года. И иногда мне хотелось какого-то мнения постороннего, ни родственников, ни близких мне людей, постарше, что они думают. Но в моем окружении не было таких людей постарше, ни близких и родных. Поэтому, когда я сталкивалась с YouTube, мне было очень интересно и полезно слушать мнения взрослых, мудрых людей. Ну, как мне казалось, я поистине так и считаю. Потому что, естественно, зависит от того, каких вы блогеров смотрите. Если вы смотрите Рому Желуди, никому в обиду не хочу сказать, может быть, его фанатам, но это скорее развлекательный такой вариант. Я смотрела бьюти-блогеров, но, несмотря на это, у них были ролики иногда с ответами на вопросы, где они высказывали свою позицию. И я у каждого заимствовала и стряпала свое. То есть, когда я говорила мое мнение, на самом деле это было не мое, а мнение многих-многих других людей, из чего я делала свое. Но это очень здорово, потому что я включала мозг, и я хоть немножко как-то выбирала, скажем так. А в будущем я научилась отбирать. То есть, поначалу я слушала других, я как бы думала, нравится мне это или не нравится, и стряпала, что это свое. Сейчас, благодаря этим людям, я могу сказать, что я имею свое мнение, несмотря на других. Да, естественно, я соглашаюсь с кем-то, я принимаю их точку зрения, но я всегда имею свое. То есть, благодаря этим людям я научилась как бы отстаивать свое мнение, я научилась его иметь. И я именно поэтому очень сильно выросла. То есть, те вещи, на которые, допустим, я не обращала внимания, или те вопросы, которые казались, ну, еще рано мне знать об этом, задумываться, я уже думала, я уже как-то складывала в своей голове. Но это очень сложно объяснить. Многие, может быть, подумают, что это бред, конечно, благодаря YouTube вырасти. Но все зависит от того, какой вы и каких блогеров вы смотрите. Второе, что касается продуктов и именно бьюти-блогинга, то я научилась для себя понимать, что мне подходит из уходовой косметики, из декоративной, куда что наносить и как. Я сейчас полностью уверена в своих силах, и я не хожу к визажистам, я не прошу делать макияж, потому что я уже знаю свое лицо, знаю, что куда. К сожалению, у меня было три очень неприятных случая в моей жизни, когда я нанимала визажиста, и все просто были провальны. Я ставлю фотографию, как меня изуродовали на выпускной мой в 11 классе. Когда я посмотрела в зеркало, я была в шоке. Она мне сделала просто из каких-то больших моих глаз маленькие пропиты, как будто я бухала всю ночь. И мне пришло... она приклеила мне ресницы пучковые, при этом они были очень маленькие, их даже не было видно, она их не подкрашивала. Ну, то есть вообще ужас, зачем? При этом она, когда мне красила, приклеивала ресницы, говорит, у тебя такие свои хорошие, ну давай мы все-таки прилепим. То есть я в жизни обхожусь там тремя слоями туши, и получается лучше, чем накладные ресницы. Но в итоге мне пришлось за 15 минут, потому что не было времени все стирать, мне пришлось убирать эти ресницы, намазывать тушью. Тушь не красилась, потому что был клей на этих ресницах. Мне пришлось стирать все внизу, чтобы не было опухших глаз. Мне пришлось добавлять светлых оттенков, и получилось мне намного лучшее, честно скажу. Я примерно понимаю, какая косметика уходовая мне нужна, что мне будет вычищать поры, а что нет. Тем более, к сожалению, к огромному сожалению, не знаю, может быть только у нас в городе, за счет того, что он маленький, такие неквалифицированные консультанты, но приходя в магазин, я иногда в шоке, потому что спрашивая одно, мне советуют совсем другое. Еще один пункт, пожалуй, это поднятие самооценки. Да, возможно, звучит как-то грубо, но это действительно так. Когда у вас каждый день мелькают сообщения о том, какая ты красивая, о том, какая ты стройная, о том, какие у тебя красивые глаза, о том, как эта кофта подчеркивает, не знаю, твой цвет глаз и так далее, то это очень хорошо влияет на твою самооценку. Даже если до этого у тебя она была и так, в принципе, ничего, и ты был уверен, то все равно ты больше становишься увереннее, ты становишься, ты веришь в себя, и эти слова, они действительно очень поддерживают. Следующий для меня очень важный пункт, и про него ходят многие-многие споры, это дружба на YouTube. Я считаю, что она есть, потому что я с ней столкнулась напрямую. Те, кто говорят о том, что ее не существует, либо сами еще не встретили, либо они из того разряда, когда люди типа дружат, на самом деле друг друга пиарят, и только они могут знать, что они друг друга пиарят, то есть остальным будет казаться, что они дружат. Я не могу сказать, что я с многими дружу, но могу сказать, что я с многими очень хорошо общаюсь. Блогеров так... Я думаю, с блогерами пятью я общаюсь довольно неплохо, и только с одним я подружилась настолько, что наше интернет-общение переросло в реальную. Да, мы не видимся, потому что живем в разных странах, Юля, привет тебе большой. Мы перестали общаться как таковые блогеры, то есть вот именно эта ступень у нас перешла на следующую, потому что мы практически не комментируем друг другу видео, мы практически не говорим на... Ну, то есть мы не пишем друг другу сообщение, как только у нас вышел новый ролик. Так что это возможно. Есть куча девчонок хороших, с которыми можно общаться. Этот пункт относится не только к бьюти-блогерам, но и в принципе к блогерам любой категории. Это возможность пробовать что-то новое, и возможность заработка на этом. Во-первых, если даже вы не бьюти-блогер, а делаете обзор на технику, то он так или иначе что-то присылает. Если вы бьюти-блогер, то вам непосредственно присылают что-то из косметики, новинки какие-то, может быть, не из косметики, но входящие в систему, ну не в систему, скажем так, в категорию красоты. То есть там какие-то вещи для спины, возможно, для тела, какие-то массажные штучки, ну в общем-то, все, что может подойти под категорию красоты. И это очень здорово, потому что с некоторыми продуктами я, например, просто не знакома. Они еще не настолько популярны, чтобы выйти в офлайн-магазин и занять полки, а может быть это просто такая вот категория, такой сегмент продуктов, которые только в интернет-магазине представлены. И очень здорово, что нас рекламодатели с этим знакомят, соответственно, знакомят нас, а я знакомлю вас. Тем более, тем более, когда блогер дорос до такого состояния, до такого порога, когда ему за это платят. То есть, скорее всего, это все топовые блогеры, которые берут не просто на обзор косметику, а которые просят за это копеечку. И это абсолютно правильно. Это отдельная тема рекламы, давайте мы ее не будем задрагивать. Возможно, заработка может быть и непосредственно, когда тебе присылают что-то на обзор, коммерческая такая реклама, либо это, возможно, заработка непосредственно с канала. Когда вы подключены к какой-то партнерской программе или работаете напрямую на Google, на YouTube, вы получаете копейки. Предпоследний пункт – это изучение нового. Это постоянный процесс, который приносит огромное удовольствие. Когда вы начинаете снимать видео, вам необходимо изучить какие-то программы, редакторы, потому что вам придется что-то вырезать, что-то монтировать, вставлять музыку, эффекты, и без монтажа у вас это не получится сделать. Вы знакомитесь с программами-видеоредакторами, вы знакомитесь с фотошопом, чтобы делать какую-то картинку на заставку для видео, вы знакомитесь еще с чем-то, с какими-то, может быть, аудиопрограммами, чтобы менять звук, искажать и так далее. Вы знакомитесь с какими-то новыми понятиями, течениями, потому что очень многие, если не смотрят YouTube, они вообще не в теме. Я не знаю, как так происходит, то есть очень часто я спрашиваю, например, своих знакомых каких-то в институте, там еще кого-то, да, а знаешь ли ты, что это такое? И они пожимают плечами, то есть это такой вот тот сегмент, который знают только пользователи YouTube. И это очень здорово, когда ты принадлежишь типа какой-то касте, но все равно это очень здорово, когда ты знаешь, возможно, а кто-то другой нет, когда ты все-таки продвинутый, когда ты владеешь чем-то, и это очень здорово. YouTube позволяет узнавать что-то новое, тем более это очень полезно, потому что моя профессия, она связана с программами. И на данный момент, когда мы изучаем что-то в институте, нам приходится монтировать ролики, создавать, или делать что-то в фотошопе, и многие мои одногруппники не могут с этим справиться, просто потому что они не владеют этим, да, то есть программа для монтажа видео, они такие, ну что, как снять, как загрузить элементарно, как нарезать, что сделать. И мне лично намного проще это делать, потому что я владею некоторыми приемами, скажем так. Ну и последнее, пожалуй, самое важное, я припрятала напоследок, это постоянное общение, это получение какого-то опыта, помощи, поддержки и так далее. Это общение со зрителями. Конечно, если вы изначально создаете канал в коммерческих целях, для того, чтобы заработать денег, то общение для вас стоит вообще на последнем месте, для вас это не важно, ну мы написали спасибо, не написали, ну и бог с вами. Для меня это важно, действительно важно, потому что вы не знаете мою коммерческую составляющую, вы не знаете мои проблемы с партнерками вечные, и вы не представляете, сколько я за 3 года ведения канала заработала. Если я вам скажу эту сумму, вы просто посмеетесь, потому что та реклама, которая у вас в начале видео мелькает, она может быть и мелькает, но вы не знаете, получали я из этого деньги или нет, так что много очень подводных камней кроется, но то общение, которое я получаю, оно просто, это ни с чем не сравнится. Я получаю постоянный комплимент, ежеминутно, ежесекунды, я получаю какие-то приятные слова от вас, я получаю письма в личку с помощью, с советом, когда я могу чем-то помочь, это очень круто. Единственное, что я от вас могу услышать, это реально какой-то комментарий, больше в принципе нечего, то есть лайк, дизлайк, я на это не обращаю внимания, просмотры тоже такие, очень субъективные, это очень субъективно, а вот комментарий, какое-то приятное слово, это очень здорово, это мотивирует, это поддерживает, это, это вот, понимаете, когда блогер выкладывает видео, вы можете посмотреть, вы можете сказать про себя, какой-то молодец и закрыт, но блогер не телепат, он не может прочитать ваших мыслей, он может видеть отдачу, только в виде комментариев, либо личного сообщения куда-то в соцсети, все, по-другому никак, поэтому, когда я получаю от вас приятные слова, я рада понимать, что я это делаю не просто так, и что есть люди, которым это нравится, поэтому давайте на этой приятной ноте закончим данную, данную тему, данное видео, я очень надеюсь, что вам оно понравилось, если вам хочется узнать о каких-то минусах Ютуба, их, конечно же, меньше, но может быть вам хочется узнать о том, что меня все-таки раздражает, и то, с чем я столкнулась, напишите в комментариях, я подумаю, возможно, сниму видео. Вам спасибо за то, что вы до сих пор со мной, за то, что вы растете, за то, что растет ваше количество, ваша отдача и ваша поддержка, спасибо вам за это большое, до следующего видеоролика, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok